Не за горами праздники, пора задуматься о подарках. Великоросс предлагает замечательные памятные вещи, которые не только верой и правдой будут служить своему владельцу, но и навсегда сохранять тепло ваших искренних чувств. Ремни из натуральной воловьей кожи. Это безупречное качество, всевозможные расцветки и модели, изысканное горячее тиснение. Конный, богатырский, православный, сталинградский, десантный. В Великороссе каждому мужчине найдется ремень по душе. Каждый ремень упакован в оригинальные подарочные коробки. А в придачу настоящему мужику и статусные кожаные аксессуары пригодятся. Бумажники, кардхолдеры, ключницы с милыми узорами и жизнеутвердающими лозунгами. В магазине также представлены ножи Великоросс из различных марок оружейной стали, упакованные в кожаные ножны с горячим тиснением и в деревянный пенал с изысканной гравировкой. И, конечно, беспроигрышный подарок – набор хлопковых правильных носков. А необычное оформление подарочной коробки заставит радостно улыбнуться каждого, кто любит и ценит все родное. Подарки от Великоросс принесут счастье своему обладателю, человеку, который любит и ценит свою родину. Промокод на скидку и ссылка на магазин в описании под видео. В войска пошел обновленный вариант одного из самых востребованных и уникальных российских самолетов. Наш утенок, что называется, мастер на все руки, может и бункер бандитский бетонобойной бомбой аннигилировать, и кораблю типа Корветт, такой пламенный привет послать, что мало не покажется. Любопытно, что из всех российских самолетов, сделанных на платформе Су-27, только Су-34, который в иностранных военных изданиях часто называют адским утенком, удостоился получения отдельной кодификации от НАТО – фуллбэк, то есть защитник, вместо фленкер, как тот же Су-35. На Западе его вообще считают чуть ли не единственным в своем роде представителем класса тяжелых ударных истребителей. Нет, сам по себе класс истребителей-бомбардировщиков далеко не новый, и появился еще на заре становления боевой авиации. Но, пожалуй, никогда еще бомбардировщик, способный нести на очень приличные расстояния до 10 тонн бомбовой и ракетной нагрузки, почти в два раза больше, чем его предшественника Су-24, не был столь самодостаточным в области самозащиты. У любого истребителя четвертого поколения без каких-то особых условий, вроде наличия в воздухе союзнических аваксов, гораздо больше шансов, что адский утенок сожрет его быстрее и отправится дальше по своим делам, чем наоборот. У нашего пернатого имеются стальные хищные клыки в виде модернизированных ракет воздух-воздух и РВВВ-АЕ и Р-73, и маневренность на уровне лучших предшественников из династии Су-27. Так что недружелюбным файтерам без особой нужды его лучше облетать стороной. На этой картинке наглядно виден принцип, почему большой лучше, чем маленький, а если большой еще и быстрый и ловкий, то это и есть наш Су-34. Но, конечно, главная его задача это не крутить фигуры в маневренных боях, а кошмарить тылы, коммуникации и другие тонкие места супостата. И здесь играют роль его большой радиус действия свыше 1000 км и возможности боевой нагрузки. А они у него по максимальному счету достигают 10 тонн. А это на всякий случай примерно 20 певтонных фабов. Конечно же, простым чугунием номенклатура утенка не ограничивается. Такие большие, мощные и маневренные платформы тем и хороши, что при наличии различного умного оружия, достаточно развитой цифровой архитектуры, они способны моментально адаптироваться для любых новаций. И брать управляемых ракет и бомб больше, и нести их дальше, чем любой модный современный многоцелевой самолет. И при этом оставаться частью сетицентрической системы, постоянно получать дополнительные разведданные и уничтожать истребители противника, если они успеют подобраться слишком близко. А ведь его еще догнать надо, потому как летает наше драгоценное утяти на максимуме со скоростью до 1,8 махом. При необходимости из потрошителя Тулов Су-34 легко может переквалифицироваться, в убийцу эсминцев или убийцу радаров. Мощности пары противокорабельных ракет Х-35, который способен нести утенок, вполне хватит для того, чтобы утопить корвет или средний ракетный корабль и нанести фатальное повреждение фрегату или кораблю или эсминцу. Кстати, компактному урану Х-35 тоже вполне уютно под мощным крылом утенка. Неуютно только тем, против кого эта грозная парочка направлена. У утенка сравнительно большие потери среди одноклассников, но лишь по одной причине. Он рожден для жаркого боя и начал воевать еще раньше, чем официально был принят на вооружение. Война 080808. С тех пор за его плечами тысячи и тысячи боевых вылетов. Больше всех, если не считать армейскую авиацию. И большинство из них под прицелом не самых старых установок, лучшего в свое время в мире ПВО советского. А уж если случалось работать по чистому небу, как в Сирии, то он вообще становился настоящей карой небесной для бандитов. Впервые Су-34 нанесли по боевикам удары в конце сентября 2015 года и моментально удостоились откликов на свою очистительную деятельность. Самыми убедительными были нытье и жалобы на бандитских ресурсов во всемирной сети. Что новая небесная шайтан Арба Асада и россиян может атаковать в любое время дня и ночи, бить через бетонные бункеры и вообще ведет себя крайне непредсказуемо и негуманно. Наш утенок никогда не был гадким. Су-34 по-своему очень красивый самолет, а для бомбера вообще высший пилотаж милитаристского дизайна. В нынешней компании, конечно же, совершенно другой расклад, который можно сравнить с первой войной в заливе 1991 года. Тогда бойкая ПВО Садама, состоявшая из не самых новых советских систем, покрошила немало самолетов коалиции, имевшие абсолютное превосходство в воздухе. В той жестокой рубке был потерян в бою Стратег Б-52, последний из сбитых в составе USA-FI. Еще шесть стратокрепостей были серьезно повреждены и три из них в итоге списали. Опыт этой компании потом использовался в войне в Югославии, где потерь боевых самолетов у НАТО было существенно меньше. Выводы из ошибок и оплошности в рамках человеческого фактора делаются и относительно утенка. Благо теперь уже никому не приходит в голову называть его несовременным самолетом, назначение которого непонятно. А были, кстати, и такие мнения. В июле ВКС получили первые экземпляры, а в ноябре первую полноценную эскадрилью модернизированных Су-34. Новенькие утята будут иметь куда лучшую ситуационную осведомленность за счет трех новых датчиков. Улучшились возможности интерфейсам для сети-центрической связи, средства радиоэлектронной борьбы. Появилась возможность устанавливать новые двигатели, к примеру, изделие 30 Сатурн для Су-57. И по-прежнему на него можно повесить абсолютно любое сопоставимое по размерам авиационное оружие, включая, кстати, натовское. А это значит, что на утенка по-прежнему делают ставку, и это довольно надолго и назло неприятелю. Также в операции появились Ми-28НМ с изделием 305ЛМУР и эффективнейшая связка мировой армейской авиации. Бывают оружейные системы, путь которых войска можно определить крылатой латинской фразой «через тернии к звездам». Из иностранных примеров сразу приходит в голову французский истребитель «Рафаль». Еще 10 лет назад он считался главным лузером в современной боевой авиации, а сейчас стал весьма и при этом очень дорого продаваемым. И, кстати, очень возможно последним из успешных истребителей чисто европейского производства. Из наших моядных машин к таковым можно безусловно отнести вертолет Ми-28НМ, чей путь до превращения в грозную боевую единицу был необыкновенно тернист и занял без малого три десятилетия. Вот один из вариантов, как мог выглядеть Ми-28. Как и у многих первичных разработок современного российского оружия, история Ми-28 началась в конце 80-х, когда совершил полет его первый прототип. Едва ли бы вы узнали в той экспериментальной машине современного ночного охотника. Но и она, особенно по тем временам, была необычайно маневренным и быстрым аппаратом, способным стать заменой в армейской авиации знаменитому крокодилу Ми-24. А это, судя по тому, что Ми-24-35 до сих пор летает и исправно делает свою работу. Было достаточно непросто. Доводка первых предсерийных образцов, получившая индекс Ми-28А, заняла у милевских инженеров около четырех лет. А потом развалился союз, и все крупные военные проекты в самых разных областях ВПК неожиданно оказались предоставлены сами себе. Будущему ночному охотнику еще немного повезло, что он стал одним из парадных образцов техники Ельцинской России. Несколько произведенных экземпляров исправно таскали по выставкам, но покупать оружие у поверженной сверхдержавы считалось не очень хорошим тоном. Единственное, на что нашлось немного денег у наших младореформаторов, это на то, чтобы модернизировать проект до Ми-28А и начать десятилетнюю тягомотину с производством нескольких экземпляров и прохождением госиспытаний. А потом случилось событие, которое могло подрубить судьбу ночного охотника, что называется на корню. В 2011 году на индийском тендере вертолетов, где шансы Ми-28НЭ казались почти стопроцентными, он неожиданно уступил американскому Апачу. Уступил в целом по делу, ибо трудно ожидать чего-то сверхъестественного от страны, где более чем на десятилетия был нарушен современный производственный цикл. Хорошо, что звонкая индийская оплеуха не заставила инженеров опустить руки, а военных окончательно утратить веру в машину. Вертолет принялись дорабатывать в духе современных веяний. Но даже после первых боев в сирийской операции российской армии он все еще вызывал немало вопросов. Первый настоящий успех к Ми-28НЭ пришел в Ираке в 2015 году. Местные армейцы, которых гоняли по пустыням бандиты на пикапах, еще по старым советским связям запросили у России несколько десятков экземпляров ночного охотника, став его первым иностранным покупателем. Произошло это к большому неудовольству американцев, в 2012 году фактически запретивших Ираку приобретать российское оружие, но в какой-то момент упустивших контроль над закупками иракского силового блока. Однако стоял самый разгар войны запрещенной ИГИЛ, где иракская армия довольно безнадежно проигрывала. И здесь были любые средства хороши. А что ночной охотник оказался хорош против Бармалеев на тачанках, отдельно отметил даже тогдашний командующий местными ВВС Анвар Хамад Амин, выразивший огромную благодарность российским друзьям за помощь в освобождении Северного Ирака от вооруженных банд, черных и прочего радикального сброда. А вот это радость иракского пилота, и она понятна, ведь он служит на Ми-28НР, а они во время войны в Северном Ираке возвращались на базу в 100 случаях из 100. Начиная с операции за провинцию Анбар летом 2015 года и до освобождения многострадального Масула, Ми-28НР совершил тысячи вылетов, побывав во многих переделках и ни разу не был сбит, хотя все время оказывался на переднем крае борьбы. Примерно в это же время в Сирии состоялся первый экспериментальный пуск с ночного охотника изделия 305. Запрещенным парням из Аннусры этот эксперимент, кстати, очень не понравился. Теперь после многочисленных доработок Ми-28НМ превратился, по признанию иностранных экспертов, в супер-охотника с очень внушительным главным калибром. С мест поступает все больше сведений, что они начали летать парами с К-52, поддерживая и дополняя друг друга. Тем самым воплотилась мечта советских инженеров, 40 лет назад предложивших идею парного использования проектов Ми-28 и В-80, будущий Черная Акула и Аллигатор. Ну а как работает изделие 305 и Элмур, и рассказывать лишний раз не надо. Она сама все что угодно покажет, и их связка с ночным охотником оказалась очень эффективной и своевременной. Друзья, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.